В прогулок по Санкт-Петербургу. А вот с летом, в мае, конечно, в июне здесь очень здорово. И, честно говоря, огромное удовольствие испытывают все, кто присутствует на этом турнире. Ну и зал мы поменяли по сравнению с прошлым годом. Турнир проходит на зимнем стадионе. И когда-то здесь уже проходили эти соревнования. И тоже очень комфортно, очень уютно. Все себя здесь чувствуют. И, честно говоря, очень приятно здесь находиться. Ну и я думаю, что для успеха наших раперистов, в общем, тут эти вот условия такие, да, комфортные и домашние, можно сказать, они, конечно, сыграли не последнюю роль. Что касается остальных наших ребят, ну у нас здесь было самое большое представительство. Мы, как хозяева турнира, имеем право выставлять 20 аж участников. Ну и поэтому здесь, в общем-то, выступали все, кто находится и в первой сборной, и во второй, и резерв ближайший, и молодые ребята, тоже юниоры смогли здесь попробовать свои силы. Ну, сейчас я, наверное, успею, да, пока бой не начался, перечислить всех, кто здесь принимал участие. Это Дмитрий Ригин, вот уже на дорожке. Дмитрий Жеребченко, а также Артур Ахматхузин, а также Алексей Черемисинов, Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Роман Куц, Дмитрий Трофимов, Алексей Хованский, Дмитрий Комиссаров, Артем Седов, Александр Дробышев, вот Антон Захариков, Дмитрий Хитров. В общем, все эти ребята здесь фехтовали. Забыла еще Владислава Журавлева и Марата Бакирова, Илья Бурнацев тоже принимал здесь участие. Ну, в общем, по-моему, никого не забыла. Ну, и вот из этой вот плеяды, из этой компании большой финал пробились только двое, но двое, это, конечно, очень хороший результат для международного турнира, учитывая, какая здесь конкуренция. 27 стран приехали принимать участие в этих соревнованиях, почти 200 спортсменов, ну, там где-то порядка 175, вот так вот, если быть точным, спортсменов принимало сегодня участие. Ну, а пока я все это говорила, у нас бой начался, первая трехминутка и Левис ведет 1-0 в этом поединке. Ну, а для тех, кто вдруг каким-то непонятным, неизвестным способом или по неизвестной мне причине забыл правило, то я напомню, до 15 уколов будет продолжаться этот поединок. Три раунда по три минуты. Ну, ребята обычно быстро фехтуют. Вот, посмотрите, какое действие. Нанес укол сейчас Дмитрий Ригин, была такая завязка, фраза длинная. Ну, арбитр говорит, что он все-таки стоп дал чуть-чуть раньше, чем Дима Ригин зажег свой фонарь. И бой будет продолжим. В атаке российский раперист. Сравнивает он счет. 1-1. 1-1. Еще одна попытка в атаке нанести укол, но ничего не получилось. Контратака. Сейчас чистый. Укол наносит Дэвис. Еще 2-1. И еще один укол пропускает сейчас Дмитрий Ригин. Оглядывается он на своего секунданта. Секундирует ему Стефано Чирионе. Старший тренер сборной команды по мужской рапире. Промахивается Дмитрий Ригин. И опять вот ребята тут колят-колят друг друга, пока ничего у них не загорается. Немножко, мне кажется, некомфортно как-то сейчас Дмитрию Ригину на дорожке. Не может он дистанцию подобрать. И тоже и темп немножечко не тот. И вот поэтому очень много лишних таких, ну сумбурных скорее движений. Мне кажется, надо вот покороче чуть-чуть все действия делать. Защита ответа не горит у Дэвиса. И в атаке британский раперист. Чистый укол в атаке он наносит 4-1. Ну мне кажется, пора уже паузу может быть действительно взять. Диме Ригину как-то подумать. Уже по-серьезному о том, что происходит на дорожке. Вот защита ответа очень хорошо. Вызвал, мягко вошел в дистанцию, вызвал на себя. И защита ответа сделал частенько в один свет. Давайте посмотрим. Раз. И да. И вот очень хороший, конечно, укол нанес Дмитрий Ригин. И второй, точнее уже третий. В атаке. 4-3. Стефана Чериони на ваших экранах. И еще один укол в атаке. Здорово. Здорово работает Дима. И чувствуется, разозлился. И что-то подсказал ему, видимо, Стефана Чериони. Потому что подряд три укола. И совсем по-другому уже выглядит этот поединок. И идет дальше. Ригин не останавливается на вот этом кураже. В атаке недействительный. 4-4. Счет равный. И еще один укол в атаке. И 5-4 уже ведет Дмитрий Ригин в этом поединке. 6-4. Ну да, прямо сейчас видно, куда колет Дмитрий Ригин. Показ Дэвис Левша. Показывает вовнутрь, да, делает перевод под четверку. И все время делает этот прием один и тот же. И все равно Дэвис попадается. Вот что интересно. Ай-яй-яй-яй-яй. Пропустил укол в атаке сейчас Дима. И в таком прям раздражении, конечно, маску содрал с лица. Обидно. Обидно, да, потому что, в общем-то, видел атаку, мог уйти и почему-то не успел. Еще один укол в атаке. Здорово. Один фонарь горит. 7-5. Не попадают опять ребята. Поуже все движения. Хотелось бы видеть. Еще одна атака с переводом под 4. Но Дэвис ушел. Контратака недействительный. В атаке недействительный. Ну все. А, нет. Арбитр, по-моему, считает контратаку. Сразу, да. И только потом загорелся белый фонарь. Ну, не согласна я, конечно, с арбитром. Но ничего не поделаешь. 7-6. И 15 секунд остается до конца первой трех минутки. А что здесь? А здесь защита-ответ. И счет 8-6. Атака со стороны Дмитрия Ригина. Да, все правильно. Очень мягко вошел Дима. И Дэвис провалился в защите. Пытается он сейчас спорить с арбитром. И отправил он арбитров на повтор. А мы посмотрим. Вот вход мягкий делает Дима. Дэвис проваливается в защите. И колет навстречу. В общем-то, тут все понятно по фразе, честно говоря. Ну да, да, да. Арбитр возвращается. И Дэвис палец поднимает, признаваясь в уколе. Ну так, то есть побазарил. Получается для формы. 9-6. И 10 секунд. Вот недействительный, недействительный был укол. Ну-ка мы посмотрим, что там было. А, вот, посмотрите, как удивительно, как удивительно уколол. Да-да-да, Дэвис из-за спины, честно говоря. Ну, очень, конечно, редкий укол. И тем не менее, 9-7. Все, время закончилось. Ребята расходятся на минутный перерыв. Дмитрий Ригин на ваших экранах. Сейчас будет получать советы и разговаривать со Стефаном Чирионе. Ну, а, кстати, Джеймсу Дэвису секундирует Андрей Игоревич Клюшин. Наш знаменитый рэперист в прошлом. Кстати, уроженец Санкт-Петербурга, который много-много лет работает за границей, много лет работал в Дании. И вот сейчас последние 2 или 3 года работает в Лондоне со сборной командой Великобритании. Ну и работает неплохо, надо сказать. Ну, британцы сами, конечно, молодцы. В общем-то, к Олимпиаде они так подтянули очень сильно весь уровень британского фехтования. И сейчас, в общем-то, этот уровень держат. И, конечно, Клюшин там, в общем-то, им не то, что не мешает, а помогает. Специалист, конечно, очень хорошего уровня. Ну и все. И у нас здесь тоже идет работа. Вроде все поговорили, договорились, все обсудили. Стефана Чирионе и Дмитрий Ригин. Ну, вроде все как бы по глазам. Диминам понятно, что знает, человек что делает. Ну, Дэвис тоже так уверенно идет, конечно, к линии. Начал. Итак, 9-7 счет. Вторая трехминутка. Ну, как вы сами понимаете, тут пока еще ничего не ясно. Защищается Дмитрий Ригин. Вперед пошел Дэвис. Но заканчивать не стал. В атаке нет, не горит. Вот Дмитрий Ригин на укол. Он поворачивается к Чирионе, разводит тут руками. Ну, в общем, все понятно. По жестам. Че не колол-то, спрашивается. Все сделал, а колоть-то надо было. Еще один укол, но недействительный. Чуть-чуть концентрация, мне кажется, сейчас у Димы уходит. Повнимательнее надо бы. А нет, в атаке все хорошо. 10-8. Защита-ответ, укол недействительный. У меня действительно опять укол. Куда-то в руку, мне кажется, зацепел Дэвис. У меня действительно опять укол. В атаке чистый укол наносит Дмитрий Ригин. Посмотрим, как это было. Мне кажется, в плечо, да, закинул просто. Да, посмотрите, как чистенько уколол Дима. Просто даже не в плечо, а в спину уже. 11-8 и 11-9. Хорошая атака была. Укол куда-то делся. Знаете, как в футболе, да, все сделали, а изобилие. Вот так же здесь была атака сделана, все было идеально, а укола почему-то нет. Вот этого финального действия, самого главного, собственно, из-за чего вся тут история происходит. И еще один укол пропускает Дима. Но вот чуть-чуть, мне кажется, вот отпустил концентрацию, чуть-чуть подпустил. И это, конечно, опасно. Атака справа, укол налево. То есть атака со стороны Дмитрия Ригина. А арбитр меняет, делает все наоборот и считает атаку в пользу Дэвиса. Конечно, тут волна возмущения идет и со стороны тренеров, и со стороны Димы Ригина он отправляет. Ну, конечно, конечно, чистая атака со стороны Ригина. Но вообще тут даже, тут даже, вообще, даже, даже вот слов у меня нет. Да, естественно. 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 Атака со стороны Дмитрия Ригина и укол Дэвису. Ну, тут, конечно же, небольшое театральное представление со стороны Дэвиса и Андрея Хлюшина. Конечно же, ну, как же так? Этого быть не может. На самом деле, все правильно. Укол в пользу Дмитрия Ригина. И счет становится 12-10. Защита-ответ недействительный, недействительный. Что Дэвис, мне кажется, очень много апеллирует к арбитру. Сейчас он считает, что было Мальпаре, так называемое. То есть, сразу укол был в атаке. Ну, так, ребята борются. Борются и на дорожке. И за ее пределами. Давайте посмотрим, что здесь было. В атаке ничего. Защита-ответ Ригин недействительный. Да нет, все чисто. Защита-ответ чисто недействительный укол. Не знаю, что там Дэвис придумал. Называется, желаемое за действительное. Очень хочется. Орбитр возвращается. Ну, защита-ответ. Защита-ответ недействительный. Все правильно. Еще 12-10. Чистая атака со стороны Дэвис. Очень хорошо выполненная. На ногах остановился Дима. С два шага назад сделал. И потом застопорился. Надо было, конечно, уходить до конца. Как-то прошлябил этот вход. 12-11. А вот сейчас атака со стороны Ригина. Чистая. 13-11. 13-11. Дэвис пошел вперед. Защита-ответ. И защита-ответ в пользу Дмитрия Ригина. Срывает он аплодисменты из зала. Ну что, один укол. В атаке недействительный. А фонарь только со стороны Дэвиса горел. Ну, сейчас повнимательнее, Диме, надо. Защита-ответ и чистый укол. И чистый укол горит в пользу Дмитрия Ригина. Со счетом 15-11 он побеждает в этом поединке. От эмоций сбрасывает маску. Все раскидал. Но тут арбитр требует вернуться на дорожку и совершить все ритуальные действия, положенные в этом случае. Ну, молодец. Характер проявил, конечно. Ну, все знают, что Дима очень характерный спортсмен. Волевой. Тащит, что называется, во многих ситуациях. И вот эта ситуация, в общем-то, ничем не отличается. Молодец. Молодец. Вот у меня нет слов, конечно. Сейчас главное сохранить вот это вот напряжение. Сохранение сохраняется.